Карагандинцы становятся жертвами псевдориэлторов. На сегодня в центральную полицейскую службу поступило почти 50 заявлений по признакам мошенничества. Нечестная схема такова. Сначала взимается залог за квартиру, затем выдается листок с номерами телефонов хозяев квартир, которые на время встречи становятся недоступны. Очередной жертвой нашумевшей риэлторской компании стала Камила Аринова. Она теперь в числе тех, для кого поиск съемной квартиры обернулся неприятным инцидентом. Я не отрицаю наши вины. Наши вины, вины моей мамы, что мы повелись на такое явное мошенничество. Камила Аринова вместе с матерью считают себя жертвами риэлторской компании и Пенну Хербеков. В поисках арендового жилья они наткнулись на объявления данной компании. Клюнов на представленные им низкие цены мы проявили наивность и доверчивость, говорит Камила. За предоставленную информацию о квартирах дочь с матерью отдали 8 тысяч тенге. Камила утверждает, что специалисты компании договаривались с арендодателем при ней. Те любезно согласились. Но стоило ей переступить порог агентства, номера телефонов хозяев трех квартир оказались недоступны. Где-то через часа полтора-два начинаем звонить по этим номерам. Ни один из этих номеров не отвечает. Мы подумали, что возможно у людей просто не получается. Потом закралось у нас сомнение, когда одна из женщин сказала, что я такую информацию вообще не предоставляла и с этим агентством абсолютно никак не связывалась. В договоре черно-по-белому написано, что агентство будет предоставлять дополнительную информацию клиентам до полного заселения. Однако риэлторы, по словам пострадавшие, отказались работать дальше и возвращать деньги. Вместо помощи сотрудники агентства создавали конфликт и начали повышать голос. Так как при скандале и грубости в сторону сотрудников договор теряет юридическую силу. Также в документе отмечено, что деньги агентство не возвращает. В поисках истины девушка обратилась в полицию. В областном департаменте внутренних дел отметили, что это не первое заявление. Полицейские начали досудебное расследование. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовной полиции Республики Казахстан. Поле с мошенничества. На сегодняшний день центральный отдел полиции поступил порядка 50 заявлений от потерпевших. Она в настоящий момент проводится досудебное расследование. Если от действия вот этого индивидуального предпринимателя потерпевших будет, можно обратиться в центральный отдел полиции Угоды города Крыганы. Для выяснения всех подробностей мы обратились к самому индивидуальному предпринимателю Марату Нокербекову. Комментировать это дело руководитель сети риэлторских агентств отказался и даже преградил, что подаст суд на телеканал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Фариза Албаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.